Приветствую, дорогие друзья! Очень многих беспокоят такие хронические состояния, как бронхиальная астма и хронический обструктивный бронхит, бронхит с осматическим компонентом и так далее. Вот такие вот вещи. И, конечно же, хочется какой-то дать простой дельный совет на каждый день, чтобы люди могли применять. Значит, все эти вещи связаны со спазмом бронхов у легких. Есть простое упражнение, которое сейчас я вам покажу, как этот спазм уменьшить, как его контролировать. То есть, если вы будете это упражнение применять ежедневно, хотя бы по 3-5 минут, то вы увидите, что ваше состояние будет постепенно улучшаться, даже не постепенно, а достаточно быстро. Вот, значит, итак, упражнение следующее. Нужно набрать воздуха как можно больше в легкие и потом, когда вы выдыхаете, закрыть рот, закрыть нос и пытаться выдохнуть. То есть, нагнетается давление внутри легких. Таким образом вы как бы стимулируете изнутри легкие к расширению. Таким образом тренируете дыхательные мышцы и при этом, когда вы как бы пытаетесь выдохнуть, вы должны внутри расслабиться. То есть, не напрягаясь пытаться выдохнуть, а внутри как бы быть расслабленным. Тогда у вас постепенно, вы научитесь таким образом, как бы легкие расслаблять изнутри. Такой навык интересный, когда сделаете там 10-20 раз это упражнение, то примерно вы научитесь это понимать и поймете, как это делать. Вот, а техника простая. То есть, набираем воздух и выдыхаем, но не выдыхаем при этом. Должно заложить уши, да? Вот примерно такое ощущение. Ну вот, кто нырялся к валангам, да, тот понимает, что продуть уши. Вот примерно вот это ощущение должно быть, как бы у вас изнутри распирает уши, но при этом вы внутри пытаетесь расслабиться. Вот. Сделали так, то есть, подержали там 10-15 секунд вот на этом выдохе себя. Потом перерыв небольшой, там 30-60 секунд. Ну, пока дышались, потому что достаточно такое мощное упражнение дыхательное. Вот. И делайте это на ежедневной основе, где-то через неделю-две уже заметите эффект. Выполняется 3-5 минут в день. Будьте здоровы, дышите легко. С вами был доктор Шишонин.